Пол Маккартни спустя 8 лет вновь выступил в Москве с концертом. Третий раз в Белокаменной, с той же программой, с тем же аншлагом. Шоу сэра Пола не отличалось от предыдущих, но ливерпульский певец и не думал удивлять публику замысловатыми декорациями. Маккартни прекрасно понимал, что 30 тысяч человек в Олимпийском ждали незрелищных спецэффектов. Дух легендарных бетлов Пол принес с собой в кармане вместе с медиатором от гитары, массовый экстаз от песен, узнаваемых с первых аккордов и первые слова по-русски. Счастливые гости сэра Пола вместе с билетом, цена которого колебалась от 4 до 70 тысяч рублей, получили возможность наблюдать кумира на протяжении трех часов. Но мучаться от нетерпения фанаты начали гораздо раньше. Целых два дня до выступления преданные поклонники дежурили у отеля, где поселился исполнитель. Пол не смог отказать публике в настойчивости и все же вышел к российским почитателям своего таланта. Автографы достались не всем. Некоторые особо впечатлительные поклонники едва не сошли с ума в попытках получить заветный розчерк. Вместе с титулованным певцом и его женой в столицу прилетели 200 человек персонала. Музыканты, повара, мастера света и звука. Особо многочисленная бригада техников сцены установила в Олимпийском три экрана, на которых, кроме архивных фотографий самого Пола, транслировался перевод каждого слова, сказанного музыкантом. Маккарт немного предавался лирике на родном английском и очень хотел, чтобы его не только слушали, но и понимали. Исполняя классический репертуар The Beatles, который со времен виниловых пластинок уступил разве что качествам звука, Пол мимоходом передал привет Джону Леннону, Джорджу Харрисону, а публике ощущение, что с тех времен ничего не изменилось. Это специальная песня для Джона, которая была в форме конверсации. Сложив руки над головой в форме сердца, Ливерпулец признался в любви России и предложил публике спеть вместе с ним. Пожалуйста! Пол менял гитары на импровизированные балалайки, а их в свою очередь на рояль. А поклонники мультиинструменталиста смахивали слезы. Хиты The Beatles, синглы Wings, песни из сольника Маккартни. В конце артист спел «Естодины», которую по всему миру написали более трех с половиной тысяч каверов. Но только неуловимое обаяние сэра Пола до сих пор заставляет замирать публику в грустной Истоме. Дарья Ерохина, Анна Потапова, Дамир Булатов, Марата Булхатина, Александр Матвеев. LifeNews.